друзья всем самого добрейшего дня мы находимся с вами в новосибирске в компании мэйджин транс но мы уже выехали конечно с территории выгрузка прошла успешно претензий в этом нет претензий к тому что вообще-то рэв и предназначены чтобы возить заполеченные грузы чтобы нигде ничего по стенкам не терлось ни в коем случае не как в самосвал что у нас и произошло нагрузили сначала палеты потом сверху накидали колеса резиновые шипованные и в общем все это все это оставило такие неизгладимые следы что у меня просто сердце кровью обливается глядя на это рэв и которые приспособлены возить продукты питания в режимах мы возим всякую ерунду вот на самом деле свалку натуральную блин для этого есть самосвал ребята берите самосвалы и возить и вот это все всякой игре в общем других слов у меня нет пойдемте поменьше болтология вам сейчас все это покажу может для кого-то это покажется и не сильно страшно но ребятки новый рэв совершенно новый на нем в нем как говорится внутри даже муха еще не сидела если сидел то в белых тапочках и сейчас это превратилось у меня слов нет пойдемте все увидите сами своими глазами погода сегодня нелетные даже дожечку он моросит это конечно конечно не айс блин портит настроение хотела сегодня прогуляться еще по новосибирску но посмотрим сейчас если закрою машину так все ответ пришел идем посмотрим что у нас случилось внутри надо деть в перчатку для пущей как говорится наглядности что я вам там не нарисовал ничего не не приукрасил так сейчас чтобы не упасть лесенку же лесенку же вынул ну и что мы видим ребятки но то что здесь начнем прям самого заду до закрыла дверки еле еле это вот прижались колеса резиновые но это бог с ним меня вот это сразу убило ребята такой шов с ума сойти это вот голый металл еще и промятый куда внутрь да здесь полметра дальше пошло грязь это просто грязь бог с ним может быть когда-то это от отрется попробую оттереть идем дальше и смотрим на потолок у меня здесь целая олимпиада 1 кольцо 2 кольцо 3 8 тут колец много больше чем на олимпиаде там и все 5 а у меня тут их десяток это вот были так до потолка прижаты резиновые колеса шипованные если бы не было этого полга все бы эти круги были бы у меня на потолке ладно про рукав бог с ним это его жалко как говорится тоже притерло вот пожалуйста вам и потолок здесь рукава не хватило здесь потолок все притерлось смотрим тут грязюка спускаемся вниз вся стенка вся стенка у меня это вот прям можно даже отпечатки снимать колес какие здесь модели присутствовали модель это бог с ним здесь вот протерла прямо до металла это все тут до металла идем дальше здесь стенка не взглянешь тут конечно надо брать щетку и мыть шампунем про переднюю стенку я вообще молчу это вообще что-то нестираемое осталось ладно разворачиваемся на выход под еще пожалуйста но это еще стирается ладно это стирается а вот эти резинки которые отпечатались их я не знаю какой химии надо будет стирать ладно и на это закрываем глаза да а теперь мы ребятки разворачиваемся к самым главным вот когда грузчики завозят фуру что-нибудь вот я сейчас ракурс возьму потому что что-то фокус не делается вы посмотрите какой шов здесь протерла это шипами от резины здесь вот я не знаю какой-то ящик тащили так и уперли что не заметили что скребут уже до металла все здесь измято все здесь измяли но здесь грязи уже заляпали понятно и заключение всему пожалуйста отпечаток тоже резины пожалуйста теперь грузите продукты а что такого-то вот с полу даже еще не подмел но пол это уже другая тема боксим это как говорится моется и на эту же внимание не обращается но превратить белоснежный рэв самосвал ведь это у меня просто в голове не укладывается пожалуйста здесь тоже потолочек прям было набито до самого потолка аж колеса не влезали их все толкали я все боялся что у меня как бы этот рукав не оторвали вообще вот обращаюсь к логистам девочки обратите внимание что такие машины вообще для таких грузов не приспособлены делайте выводы друзья ну что я на своем рабочем месте немножко успокоился отослал фотографии своему логисту вот смотрю она уже их просматривает сейчас я думаю сейчас поступит звонок но если не поступит то я сам позвоню и объясню человеку что нужно делать таких случаях друзья но если человек сам не звонит давайте мы позвоним сами если гора горит не идет к магомеду тогда магомед идет горе звоним и оксане что она нам ответить на это ну что ж подожду человек звонит сама алло оксан привет ну чё я работу выполнил я там фотографии тебе сбросил грязь там во первых я не знаю чего не туда засовывали какой металлический ящик они прополосили обе стены мне и слева и справа продрали до металла дальше вот эти колеса шипованные то что вот эти черные точки на стенах это это только от резины видно они еще колеса были шипованные этими шипами там тоже разодрано все до до металла вот на на выгрузке ничего мы не составляли потому что на выгрузке что они мне могут сказать они скажут да я здесь стою рядом с территории у них я еще далеко ты не уехал давай так ну что друзья вы сами все слышали сейчас мы пойдем еще оформлять акт толку от которого я никакого не вижу потому что уже случай такой был нет как будто специально новый рифа не везет у меня четыре года назад точно такое такая же была ситуация только мне потолок погрузчиком зацепили в двух местах когда грузили макулатуру ну и что целый день мы ждали представителей той фирмы потом мы писали акт потом и так подписали и я так и проездил с этими четырьмя полосами на потолке у рифа внутри никто ничего я не знаю может быть фирма получила конечно какую-то компенсацию но я этого не увидел и мне никто даже не сказал получили они что-то не получили будут делать не будут ну по сути по сути к новой технике надо относиться с осторожностью а у нас привыкли да подумаешь все равно горит скоро такая же будет как вот мне тогда сказали ну так давайте мы ее всю исколотим сразу у меня уже душа болеть не будет ладно ждем что нам сейчас скажет москва так ребятки ждем ответ из москвы да оксан алло что в процессе ну там чтобы тебе написали ну например там процессе перевозки при погрузке выгрузки был поврежден риф характер повреждения следующий там будет очень описать там царапины так но это мне чем больше тем лучше но фотография он сделал по моему достаточно а этот представитель должен нам прийти да сам смотреть или у меня будет со слов все все хорошо понял ну что пойдем составлять а друзья с вами снова я составили макт о повреждении и звоним и оксане что она нам ответит на этот вопрос оксан это я в общем составили мак кстати сейчас вкратце прочитаю акт о фиксации повреждений прицепа крона рефрижератор гос номер такой-то 4 в общем этого месяца этого года город новосибирск по адресу такому-то в составе комиссии была произведена фиксация повреждений полуприцепа крона характер повреждений царапины потертости вмятины на внутренних боковых стенках черные следы на внутренней части крыши полуприцепа место получения повреждений нам неизвестно и дальше состав комиссии в общем директор их ней тут представитель их колдовщик и я расписались то есть он все снял на видео он пришел сам директор и на свой телефон снял все на видео но тут и так написано перед перед загрузкой перед загрузкой но я как-то фоткал но я прям не перед самой загрузкой я не помню сейчас я найду эти фотографии нет что в каком состоянии был риф но у них понимаешь у них на загрузке у них стоят висят видеокамеры и вот я когда сейчас директором разговаривал он вот один акт даю тебе один остается у нас пойдет пойдет в москву и москва уже будет по видео камерам на этом поднимать все эти моменты так печать подписи они поставили а вот насчет печать печать вот я сейчас я сейчас сейчас хожу этот оксан я чё еще хотел сказать я ничего как раз личного не имею против тебя и хотел просто сказать что я пришел водителем работать а не летчиком я просто хотел сказать чтобы вот таких рейсов я просто буду отказываться это невозможно с такими гонками ездить я еще раз вам говорю что это не мной придуманные сроки я заключаются и такие договора с руководством с нашим это не я из главы их я это все прекрасно понимаю понимаешь но я работаю один я работаю от отпуска до отпуска то есть я не беру эти отгулы как говорится потому что у нас с подменным водителем вообще проблема вот и я мне вот такие гонки они одному очень тяжело дают вот давай мы чтобы не будем ругаться будем но они видишь как мне всегда аккурат попадать тот риф мне сразу запоганили в первый месяц и этот мне также запоганили хорошо давай ну вот ребятки вот так мы и поговорили то есть я понимаю что у человека своя работа у меня своя работа то есть я водителя я не летчик такие сроки гонять кто-то есть пожалуйста они работают экипажами по два по три человека там два на одной машине или втроем на двух машинах да я понимаю ему быстрее отработать быстрее машину сдать и отдыхать а я как вы слышали я тут ничего не скрываю работаю от отпуска до отпуска и те выходные которые я провожу дома это я сам себе за счет дороги за счет как сказать бессонных тех же ночей за счет большего прохождения в день расстояния чтобы мне хотя бы денечек максимум полтора мне побыть дома ну ладненько не будем грустить сейчас мы доделаем тут дела с бумагами и едем дальше а куда мы дальше поедем я вам расскажу чуть-чуть друзья ну что наконец-то мы бумажную волокиту эту закончили хотел сказать конфликт исчерпан по крайней мере я все что как говорится у меня накипело я высказал бумажно оформили то что ко мне потом претензии фирма не предъявила на моя транспортная компания что почему у тебя новый рф таком состоянии я все сделал документально правильно то что там вот я жалею то что не не пресек вот это повреждение но ребят поймите правильно когда грузит ночью ночью и третью часть машины загружают я захожу все это вижу что аккуратно все грузится да вот мне говорят у нас ужин ты иди отдыхай мы тебя позовем разбудим но я лег естественно ночь на дворе блин как говорится любой нормальный организм захочет спать я прикорнул слышу машина закачалась туда-сюда думаю пойду к я посмотрю душа болит прихожу а там уже вам вот такие две полосины по обоим этим я конечно кладовщику высказал то что нельзя так делать надо бережно относиться к новой машине он но так бывает вроде ну конечно бывает почему-то блины почему все бывает только у меня я понимаю что не только у меня но блин почему на новой машине сразу я не знаю меня слов нет ланик ребят поменьше болтология давайте мы уже отправимся по новосибирску